Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала market, составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Сегодня момент x для доллара, потому что сегодня выйдут данные по инфляции в США. Это важнейший отчет, который, как много уже раз было сказано, повлияет на перспективу американской денежно-кредитной политики и конечно же значительно скажется на динамике курса американского доллара. Помимо данных по инфляции, которые мы ожидаем в 12.30 по GMT, нас ждет сперва блок статистики из Англии. Это данные по ВВП и промышленному производству. Они выйдут относительно скоро в 6.00 по GMT. За этой статистикой тоже нужно последить, потому что фактически следующая неделя это уже заседание британского регулятора. Важное событие для фунта, тем более, что мы по-прежнему не оставляем надежды увидеть от британского регулятора агрессивного хода по ужесточению политики и повышению ставки сразу на 50 базисных пунктов. Также сегодня ждем данные по запасам нефти в США. Это официальный отчет, который выйдет в 14.30 по GMT. Согласно прогнозам, мы можем увидеть очередную неделю снижения запасов, что потенциально может оказать дополнительную поддержку котировкам нефти. Давайте начнем с нефтянки. 92.20 текущие уровни, нефть продолжает расти и тот фон, который сложился, полностью этому способствует и располагает к подобной динамике. Много раз уже с моей стороны был сделан акцент на то, сколько нефти в ближайшее время выпадет, скажем так, с глобальных поставок из-за решения отдельных стран ОПЕК снизить добровольно. Причем объем нефтедобычи кто-то на период до конца этого года, кто-то аж до конца 2024 года. Ранее мы также обсуждали очень непростую ситуацию, которая складывается в США в плане роста цен на топливо. И пришли к выводу, что американцы, скорее всего, будут вынуждены как-либо реагировать на эту ситуацию, либо путем увеличения объема нефтедобычи, либо путем еще более активной продажи стратегических резервов. Также был сценарий, что США могут пойти на уступки по вопросу Тегерана и вернуть Иран на мировой рынок нефти. Есть определенные движения в этом направлении. Судя по всему, действительно США сейчас используют все имеющиеся возможности, чтобы вот как-то добиться эффекта снижения мировых цен на нефть. Потому что только лишь из-за снижения мировых цен на нефть можно будет рассчитывать на то, что цены на топливо будут снижаться и на внутреннем рынке. Это очень болезненная тема высоких цен на топливо сейчас США, учитывая приближающиеся президентские выборы. Что касается данных по запасам, еще раз отмечу, что если США активно продают стратегические резервы, то мы праве рассчитывать на то, что запасы будут снижаться. Поэтому я сегодня ожидаю, что по официальному отчету мы увидим снижение запасов в диапазоне от 2 до 5 миллионов баррелей. И потенциально это, конечно же, может стать неплохим источником роста для котировок Brent и WTI. В качестве дополнительных позитивных факторов стоит отметить вчерашний доклад ОПЕК, где аналитики ближнего восточного нефтяного картеля повысили прогноз спроса на нефть до конца этого года на 2,4 миллиона баррелей. Здесь нужно сделать ремарку, что они на самом деле сохранили прежние ожидания по росту спроса. Но в этом тоже нужно найти позитив, потому что это означает, что не такой уж и большой крест ставят на китайской экономике, рассчитывая на то, что Китай сможет вернуться к траектории роста. Есть предварительные индикаторы этого, например, отчет по инфляции в Китае. В готовом выражении показатели вырос на 0,1%. И, как правило, рост инфляции свидетельствует об активизации потребителей более высоких потребительских расходов и тратах, что в конечном счете будет выступать драйвером для роста в данном случае китайской экономики. Китай у нас основной потребитель углеводородов в мире. Простыми словами, чем лучше ситуация будет в Китае, тем больше будет спрос на нефть. Ждем еще данные по промышленному производству в пятницу. Я думаю, что там тоже будет картина позитивная и хорошая. Поэтому наш сценарий роста бренда до 95 остается актуальным. Доллар канадец. В связи с этим канадский доллар будет продолжать пользоваться поддержкой. 1,3562 текущие котировки. Наши цели 1,35. До нее совсем недолго еще. Что касается британской валюты. 1,2487 текущие котировки. Вчера из всего многообразия отдельных компонентов рынка труда нужно было особенно выделить динамику роста заработных плат. Мы ожидали, что будет зафиксирован рост. Оказались правы. Фактически прирост по заработным платам годового выражения сейчас составляет 8,5% с 8,2%. Это означает, что тоже активизация потребителей, более высокие потребительские расходы будут сохранять инфляцию на крайне высоких значениях. В этом случае опять же возвращаемся к будущим действиям и решениям британского регулятора, который может повысить ключевую процентную ставку. Потенциальное повышение на 50 байсных пунктов вполне реалистичный сценарий. И я считаю, что при таком развитии событий пара фунт-доллар сможет легко прорваться выше уровня 1,25. Представитель Банк Англии Кэтрин Манн также отметила, что в текущих условиях отказываться от жесткой монетарной политики было бы неправильным решением. По ее мнению, лучше сейчас совершить ошибку с чрезмерным ужесточением монетарной политики, нежели чем потом признавать, что было сделано не все, что нужно для того, чтобы сбавить инфляцию. Доллар и иена, друзья, 147.35. Комментарии у Эды о том, что под конец этого года могут сложиться достаточные основания для пересмотра национальной денежно-кредитной политики, не оказали значительной поддержки иене. Точнее, она была в качестве первой реакции, но покупатели доллара быстро все нейтрализовали. Учитывая то, что сегодня мы ждем отчет по инфляции, я предлагаю рискнуть по паре доллар и иена в расчете на спекулятивный интерес и спрос на именно американскую валюту против японской иены, в результате чего пара доллар-иена может прорваться в район 148-148.50. То есть, краткосрочный потенциал этой сделки 100-100 с небольшим пунктом. Индекс доллара 104.63. Ждем, собственно, отчет по инфляции сегодня в 12.30 по GMT. Общий показатель инфляции ожидается рост с 3,2 до 3,6%, а вот базовая инфляция, которая куда важнее для оценки будущих перспектив американской денежной политики может снизиться с 4,7% до 4,3%. Это будет уже даже не знаю каким по счету доказательством того, что инфляция снижается. Возможно, этого должно уже хватить для Федрезерва, чтобы принять решение о завершении текущего цикла ужесточения монетарной политики. Давайте дадим доллару последний шанс в плане именно взглядов на продажу, чтобы реабилитироваться. Если сегодня мы увидим, что на снижении инфляции индекс доллара все равно продолжает расти, то завтра тогда посмотрим, что стоит делать по доллару дальше и, может быть, изменим свою точку зрения. По золоту такая же ситуация. Сегодня развязка для этого инструмента. Пока что сантимент указывает на то, что толпа в покупках 80% трейдеров. Поэтому я допускаю, что сегодня даже еще до выхода данных по инфляции мы можем увидеть снижение золота в районе 1900-1890 долларов за тройскую унцию. Но, как и ранее, я пока что вне рынка, вне позиции, потому что жду все-таки прояснения ситуации по американскому доллару. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!